всем привет задание с утра нарисовать боба вот так да вообще села чай пить с лимоном на завтрак банан держи раскрашивайте ребята вот алис дача и попить а ну пожалуйста всем доброе утро а всем пока пока подписывайтесь на канал ставьте лайки удачи сильно захотела чая попить что даже еще не умывалась вот просто встала говорю лёша так хочу чай на линии чайок лёша налил мне чайок и села попить и алиса пришла нарисуй мне боба сегодня еду на реснички поэтому краситься сегодня не буду я буду есть я чему кашку приятного аппетита давай кушай скорее тебя уже ждет лена на занятия почитала ваши комментарии по поводу вот этой воды а гуша и лёша сказала все лёша ее только в чайник алисе давать не будем поэтому алиса у нас сейчас пьет воду из стекла говорят что она не прошла проверку вполне убедительные были комментарии по поводу этой воды поэтому да нет алис но в любом случае вода из стекла будет полезнее чем вода из пластиковой бутылочки кушай давай все алис для шоу горает над прической которую я алисе сделала алис алиса покажись я говорю зато нарядная какая показывали вам новые кросса алисы такие прикольные затяжки очень классные вот эти кстати не понравились знаете чем они расстегиваются алиса вот у нас немножечко походит походит и они расстегивается здесь нет никакой защелки но обычно если вы так вот делаешь до бегунок вот этот собачку и опускаешь вниз вот эту штучку то обычно там что-то срабатывает и ну замок не расстегивается пока ты снова не отогнешь а здесь вот она свободно гуляет и бывает что алиса у нас по улице уходит если вот мы не обратим внимание но она сама конечно не обращает она еще маленькая бывает вот так вот прям ходит по улице ужас поэтому с лёшу купили еще вот такие зимние кроссы очень крутые очень красивые мама нарисовала мне вот такого боба и я его раскрасила это будет их друг а вот это висы которые смешивают давай вставай вот так видите там такая штучка да видно видно давай дочь вставай мышка ребята я пошла к Лене на развивашку кстати прическу не показала в визе век лёша говорит то матч грязевик что ты мне показываешь все там для подписчиков моего инстаграма грязевик уже неделю вижу эти фотки он мне сейчас показываете посмотри да видела я это уже и капустного видела вот а этого не видела прошло бы видела позавчера подписывайтесь на мой инстаграм алко 2206 а кстати многие спрашивают ты будешь видео снимать или нет говорят что ты круче снимаешь чем мы с мамой даже сейчас перенесу нашу картинную галерею комнату алиса пришлось лёшу позвать на помощь картин много места не хватает синие пятна но снизу ее не будешь закреплять вот этот пылесосик реально крутой смотрите как он хорошо моет все здесь он ходит уже наверно минут десять самое главное вовремя добавлять водичку есть у нас что здесь емкость для сбора мусора здесь мусор да вот так она достается я правда не знаю это селедами да и вываливается куда в унитаз или куда куда хочешь хочешь унитаз хочешь мусор некоторые боятся унитаз что он засориться я не боюсь так а снизу что снизу давай перевернем покажи пожалуйста там же вода не надо переворачивать просто покажи как это выглядит все дело здесь вот тряпка которая вишина грязно он на щетках лишь сколько тоже грязи до щетки снимаются чистятся тряпочка в стирку тряпочка стирку а вот здесь емкость контейнер ага то есть ты наливаешь сюда воду да и просто включаем она смачивает просто тряпку и все он ходит влажную горочку делает реально вот мы стали пользоваться роботом-пылесосом и я когда потом мою полу жену обычной шваброй намного чище вода реально чище в ведре у меня кровать кровать у тебя больше да у тебя высоко кровать куда весь спятка неудобно а вот он ходит у меня под кровать до под кроватью чистый и у лёша уже не стало вот этих катышков но вы знаете такие вот барханы собираются мы как только им стали пользоваться реально стало чище дом у михалыча чуть-чуть другое у него емкость очень крутая все ссылки у моей мамы на канале его запускаешь да ну так откуда вот даже съелки ты не хватило все давай мой прибирай протерла пыль протерла компьютер и хочу сейчас протереть подоконник вот смотрите неделю не протирала вообще вот пыли реально практически нет я так рада что мы живем в краснодаре здесь действительно намного чище воздух намного чище чем там где мы жили раньше просто супер мне кажется еще неделю если бы я не протирала то особо были пыли и не было вот видите но это прям мелочи хотя это такое место у нас окно сам пылесборник кстати подписывайтесь на наш канал subscribe subscribe это наша партнерская программа нам высылала в прошлом году на новый год и в этом году уже запросили снова наш адрес еще какой-то подарочек будет ребят пишите где вы живете и много ли у вас пыли я знаю что в челябинске точно или очень очень много краснодаре поменьше но тоже наверное от района зависит мы живем возле реки и у нас воздух более влажным вот кто живет в центре и в других районах напишите как раз с пылью дома поливая поливая орхидею без толку дело в том что у нее но у нее вообще нет закрепления вот в этом грунте смотрите вот она висит здесь висит и она никак не может дать новые корни листья уже стали такие плохие хотя цветочки еще держится если честно то уже не знаю что делать наверное я сами корни все-таки оберну пленочкой потому что нужно создать там парниковый эффект чтобы корни начали расти но не могут они никак вырасти и она потихоньку умирает тут я ее поила бесполезно в общем я поняла что я сделала не так мне все советовали чтобы я убрала есть торфяного горшочка но этого делать не нужно было потому что в торфяном горшочке она все-таки чувствовала себя хорошо мне нужно было просто прекратить полив и ну вот эти вот процедуры до с водой нужно было просто ее подержать без воды недельку-две и все и торфяной горшочек бы просох и не было бы никаких проблем сейчас а я убрала ее из торфяного горшочка и и не откуда брать силы и вот она бедная держится кое-как и корни новые не дают не дает она новые корешки смотрите какую я сделала конструкцию в общем половинку сюда пересыпала вот этих вот бревны шаг и половинку здесь оставила но здесь у меня очень влажно и знаете что буду делать буду наверное я сушить хочу чтобы все это просохло и корни просохли в общем посмотрим что получится пусть постоит пока пусть пока постоит в таком виде потому что я ее похоже залила слушайте мне тут предлагает у пиджи массаж мужчина по бартеру как думаете хорошая эта вещь стоит идти или не стоит меня смущает только одно что там мужчина делает этот у пиджи обычно же женщины такими процедурами занимаются есть вообще смысл в этих массажах дают ли они какой-то эффект я помню у нас не находила но что-то я вот не припомню чтобы она была в восторге после этого массажа и вроде процедуры она не повторяла вы что думаете сейчас расскажу в какой программе я монтирую видео монтирую вот в этой программе аймови она у меня на телефоне снимаю на телефон монтирую на телефоне очень удобно очень не эта программа нравится раньше в основном монтировала на компьютере в sony vegas программе или в программе adobe premiere pro но когда нужно какие-то эффекты добавить то конечно я монтирую все на компьютере а когда простенькие видео то можно их смонтировать и на телефоне алё мама слушая к тебе можно сегодня алису на пару часов может на три часа я уехала пока как приедут потому что я не знаю там как будут трамвай идти все сама своим ходом а каким я еще уходом я на трамвае я на трамвае езжу до красной ну ладно если успеешь тогда мы ее к тебе если нет и нет я тебе в любом случае позвоню так ну вы поняли наш план действий да моя мама никогда не отказывается посидеть с алисой правда мы ее об этом очень редко просим вообще стараемся родных не напрягать ребят сейчас уже выходим из дома лёха точит огурцы с холодными ножками слушать тебе вот поезд москва-владивосток ты рунтлю заставку а чё ты ее не подогреешь не хочешь я сейчас буду чай пить с лимончиком не могу прям сегодня насытится этим лимончиком зашла в комнату а тут алиса лежит мне аж самой страшно стало боже мой вот теперь я поняла почему вы в таком шоке от нее а жутко как будто маленький ребенок вот так вот представляете заходите в комнату и лежит ребенок на растопырку одела водолазочку как лёша и леггинсы черные я думаю что так будет удобно на ресничках лежать вот еще этом хвостик убираю мне одевают шапочку если бы можно было там поснимать я бы вам конечно показала там сервис очень классный может быть даже и покажу вам любимый хочет кофе мне взять тебе капучино или лавка капучино зайчик мама говорит не успевает за алисой но мы наверное деть серёжа попросим когда нужно будет забирать он сейчас дома попросим чтобы он ее забрал а потом отвел к маме когда мама приедет мама сегодня ездит где-то в центре по делам какие-то у нее там важные переговоры не знаю чем она занимается ребят смотрите что мы алисе купили в подарок станцию алиса она очень у нас просила хочет над ней издеваться да лёш как она обычно алиса она обычно такие вопросы провокационные алисе задает или сири издевается над ними в общем посмотрим потом когда подарим мы вам покажем на кличке city link не дешевая это удовольствие конечно она стоит 10 тысяч девятьсот девяносто но говорят что она по идее очень прикольная дома она умный дом заменяет есть ты хочешь ты можешь подключить и будет работать ну блин для умного дома там надо купить и пылесос у них да и все-все-все должен быть пылесос с вайфаем ну короче да она да она может всем управлять мне лёша вчера рассказывал прикольно ну допустим там говоришь алиса включи пылесос она включает пылесос алиса включи там чайник то есть такая интересная алиса включи телевизор она тоже включит юль хватит моя алиса включи ребят это не реклама алиса не нуждается в рекламе это просто мы балдеем от новинок как всегда с лёшей прибалдеваем и вам рассказываем обо всем мы уже в центре вечерний краснодар самый центр смотрите вы какое здание старинное да нам надо с тобой как-нибудь собраться просто походить да просто поснимать потому что на ходу это конечно совсем не надо вызвать такси сесть да приехать вон как мама делает или на троллейбусе интересно зрители вам будет такое интересно я знаю что многие очень любят прогулки по краснодару но просто смотреть с рассуждалками если интересно пишите в комментариях мы обязательно как-нибудь с лёшей выберемся может быть и с алисой но с алисой проблематично потому что она ну сами знаете ребенок начинает ныть я устала в магазин игрушек в общем в общем с детьми невозможно гулять вот это вот что-то посмотрите как стильно очень стильно прикольно оформили хотя конечно не в тему потому что здесь такие здания старинные тут вообще в краснодаре все вперемешку да 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 все вперемешку вот даже пятерочка вообще напротив такого шикарного здания посмотрите какие окна на втором этаже следующая тоже не хуже если здесь живут люди то я конечно не представляю как они живут потому что здесь огромный поток машин и скорее всего в их квартирах ну просто невозможно дышать до ой вот смотрите на углу еще какое-то здание стоит а это уже новодел кто-то настроил тут коттедж огромное не ну надо же в центре краснодара такое коттеджище здесь земля стоит бешеных денег просто бешеных и пока вот это все снести никак не могут потому что такие требования люди выставляют за свою землю дома то конечно уже ничего не стоит ну вот допустим такие да простые ну вот это вот красивое здание вот это вот красивая может представляет какую-то культурную ценность вот но вот это я бы я не знаю вот он там вообще смотри куда пара крышка это не понятно да да забором он обнесли чтобы не видно да то есть что-то можно было бы уже убрать но с другой стороны а что на их месте поставят опять наверное свечку какую-нибудь вот как вот это стоит ни к селу не городу одна единственная короче спорный такой вопрос непонятный ты будешь меня ждать не забудь только детям ждать надо только припарковаться где-то сейчас вот видите бердникова студия но это студия дизайна по моему если не ошибаюсь а на втором этаже делает реснички до десу фиг зайдешь проходишь где смотри что-то сгорела что ли да ну вот такой контрастный город краснодар конечно не знаешь что тебя ждет за углом ну что я пошла дайте конечно вот сюда я пойду мне очень нравится как опормили фасад вот видите организация праздников и на втором этаже вот там под крышей сидят девочки делают реснички это ваш студия я уже показывала кстати так все перехожу дорогу перебегая дорогу и 10 и и и и и Здесь так классно. Чуть больше двух часов мне делали ресницы. Ребят, за реснички я заплатила 3 300. Можно, конечно, дешевле делать, но, блин, какой здесь сервис, реально. Все чистенько, красиво и делают. Вот, знаете, у нее руки, у нее пальчики как будто маленькие такие подушечки пушистенькие. Короче, она вот классный специалист, она мастер-классы ведет, девочка. Я на таком релаксе, мне кажется, что я даже уснула. Смотри, какая красивая. Я сегодня прям кайфанула, что я такая красивая. А ты обычно знаешь это? Тебе не нравится, как делают. Все не нравится. Я сегодня к другому пошла мастеру. Но она реально мастер, она, блин, у нее и ценник. У нее и ценник там. Зато она делает очень хорошо. Куда? В Красную площадь? Нет, какая Красная площадь. А что, Алиса у мамы уже все? Да, маму я забрала только что. Мама забрала? От Лены только еще? Да, в полвосьмого. Ничего себе, допоздна. Лизка у нас сегодня. Так, ребят, все. Мама, я от мамы получил. Ты так себя не веди, зачем ты так делаешь? Я же тебе сказал, позвони маме, предупреди. О чем? О том, что Алису надо будет забрать. Ты не позвонила, не предупредила. Мама ничего не понимает, не в курсе. Так я ей, ну ничего страшного. Дед Сереже позвони, сходил. Она говорит, не знает во сколько, что. Говорит, сломя голову, бегу домой. Оказывается... Я же тебя попросила. Мама не успевает, позвони дед Сереже. Ты что, с ума сошел? Я не просила, это я тебе сказал, позвони маме, позвони дед Сереже. Я тебе сказал. А я-то позвонил, мама уже дома была. Подарочки для Алисы на день рождения. Вот такого мальчика заказали. Здесь тоже ребеночек. Вот такие штучки, дырокольчики фигурные. В общем, всякая ерунда. Интересные дети. Ребят, вот в этой коробке тоже лежит мальчик. Такой же примерно, как тот вот мальчик чернокоженький. Это знаете, какие игрушки реалистичные такие, с писюльками. В общем, заказали Алисе реалистичных мальчиков. Самый прикол знаете в чем? Вы, наверное, подумаете, что я с ума сошла. А я, когда заказывала, я забирала уже последние. То есть, неделю назад, когда я хотела сделать заказ, было очень много этих игрушек на выбор. А в последние дни, когда я уже начинала реально заказывать Алисе на день рождения, уже практически не из чего было выбирать. Так что многие покупают своим детям такие игрушки. Все, едем к Баби Лени. Но это не все, ребят. Я очень большой заказ сделала в Виллберрис. Но пришла только часть. Всего 7 предметов. А вообще там более 50 позиций у меня было. А-а-а! Ты что, здесь вообще-то люди живут, соседи. Ни с ума не сходи. Так, чем у бабы занимаешься? Что за бешенство? Там Лёва в гостях. Все ясно. Привет! Привет, подписчики. Как жизнь? Я думаю, что у моих подписчиков все хорошо. Раз, два, ступни, оденька. Как тебе не стыдно спать? Славная, смешная яенька нас приглашает танцевать. Раз, два, эх. Да что такое опять? Собака как будто раненая. Сегодня девочки две в галерее увидели меня. Одна вот так упала, давай орать. Ужас какой. Я из маленькой, но она подсказала. Нет, большие девчонки. Они с ума что ли? Потом соскочили, побежали за мной. Я уже на расстояние ушла. Я думала, она просто там. А она бежит и так же орёт. От того, что меня увидела, это был вообще шок. Слушай, это ужас какой-то. Как тебе мои ресницы? Отлично. Что-то не очень, да? Что-то в разные стороны, они торчат у тебя в этот раз. Почему-то они ровные. Ну, это такая линия рваная. Рваная линия? Ну, нормально. Но завтра лучше будет, отёк спадёт. Ой, как у вас красиво всё. Конечно, ща сяда. Ой, бисюнды, бисюнды. Так, имейте в виду, у меня запас, мне надо погладить лёвые рубашки. Завтра на школу не валим сами. Ой, 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 серьги, серьги. Шик. Я покажу вам сейчас, девочки. Я покажу вам сейчас. Это ты где такую красоту? Это я сегодня в одном магазине купила. Ой, мама, как мне нравится этот цвет у тебя. Юля. Вообще. Ё-моё. Обалденно. Обалденно. Смотрится хорошо. 70% скидка вот на перстень была. Это золото, что ли? Да. С янтарём. Ё-моё, красота. А на эти 50%. А я думала, бисюндырия не маяла. Не, Юля, ты что? Это золото с янтарём. Обалдеть. Это мой комплект. Я его прямо увидела. Мам, слушай, под цвет волос. Обалденно. Это мой. А смотри, как хорошо смотрится. Вообще. Висюльки. Шикарные, шикарные. Это мой комплект. Да, да. Я покажу тебе Алисику. А, давай. Давай. Секретная информация. Пока Алиса не видит. Прямо обалденные. Смотри, какие. Не вижу. Подожди. О, боже мой. Ой, мама, это прям то, что нужно. Смотри. Обалденные. Смотри, ни у кого таких не будет. Ни у кого. Обалденные. Боже мой, какая красота. Маленькая мучечка для девочки. Прямо. Всё, прячь. Красиво. Ой, спасибо, мам. Ну, это прям шикарно. Вообще. Вот удачно я сегодня сходила. Ага. Я бы сама такие одела. Так что вот у меня такой набор теперь. Класс. Буду выпендриваться с девочкой перед вами. Слушай, ну не зря ты съездила сегодня, не зря шаталась везде. Я просто не успела ещё. Там ещё есть такой браслет. Ага. Но там народу уже было у витрины не подойти, и я уже по времени опаздывала. А ты хочешь, да, такой комплект? Да, я хочу, чтобы у меня был комплектик такой, потом вам останется на всю жизнь. Тут ещё, девочки, видите как? Здесь универсальный размер, что можно его раздвигать. Видите? Всё пробы, здесь всё есть пробы. Ага. И раздвигать по размеру. Слушай, а снизу как красиво. По размеру. А что за магазин-то? Ты сама не помнишь уже. Нет, я помню. Красные которые, девочки. Что я буду рекламировать-то? Бесплатно. Бесплатно, да. Красный магазин. Догадайтесь сами. Догадайтесь сами красный магазин, девочки. Ну шикарно. А кто производитель-то? У них же много разных. Россия, Москва. Слушай, ну молодцы. Такое я вообще первый раз вижу. И под браслет, под мой вообще идеально. Сейчас покажу. Под ней лембер. А, под лембер. А я все не разделась. Я вся эта вот в посуде. Ага. Ой, слушай, действительно хорошо. Да, только не белый, если будет браслет, а допустим... Нет. Какой у тебя ещё есть? Нет, нет. Там... Нет, я вот этот имею в ремешок. А чёрный есть у меня. У меня их полная же коллекция вот этих вот всяких разных. Ремешки всякие есть. Класс. Ну ладно, давайте раздеваюсь. Мой лук. Тишка Луэвитон. Штаны Зара 4К на ресейле. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тапки. Тапки. Ты уже... Ты уже что-то наглеешь. Больно же? Что ты делаешь-то? Успокойся. Олесь, нельзя, нельзя. Нельзя. Тапки, значит, дольче. Дай мальчику высказать. Калаб Габана. Голубая лагуна называется. Нет. Называется Габана. За 25К баксов. Ну так, изи, чистый. Сейл. Да, блядь. Пожалуйста. Я тебе сейчас скажу пару слов. Я знаю, что учить ресницы для того, чтобы фоткаться, да? Да нет. Просто, чтобы поярче глаза были. Так, раз, два, три. Девочки, платье, пальто. 24. Да, закрою. Малышка, отходи только, отходи. Без тебя сегодня. Алиса, Алиса, еще чуть-чуть. Красиво, красиво. Давай вот здесь вот вставай. Один, два, три. Девочки. Подожди. Раз, два, три. Девочки, мне очень понравилось, кашемировая пальто. Дело в том, что покрой, посмотрите какой. В рукав лезло свободно, нигде ничего не тянет. Идет туда защиткой, и все. Ну, Юля, ты совсем уже... Я не видела твои дитки. Мам, я не видела твои дитки. Ну, все, мам, пока. Все, давай. Пока, пока, пока. Что делаешь-то с этим? Да угомонись уже. Все, сейчас бы капец было, подавилось бы. Мам, мам, мам. Юля, как ты думаешь? Хочу халат обрезать. Я ненавижу такие длинные, мне надо покороче. Я хочу вот это все обрезать. Ну, конечно, обрезать, если тебе неудобно. Если тебе неудобно, отрезаем. Все, идите. Все, пока. Пока, баба. Девочки, кигуруми, Алисе костюм. Давай покажем сразу. Мам, да. Забрала ведь, говорю, не забирай ее в это. Это для выступлений. Надо показать. Смотрите, какие костюмы шикарные. Тоненькие. Хорошие. Я люблю, что когда тоненькие. А мне нравится, мы вот когда ездим отдыхать у нас в Сочи. И здесь на площадке ребята гуляют, девчонки, мальчишки. Вот в этих костюмах прямо одевают на одежду. И когда так не сильно холодно, на улице прямо с удовольствием носят. Да, здесь это нормально. А в Сочи там по поголовно все ходят. Все ходят эти. В Анапе тоже ходили так. Да, да. Да, да. В единорожках. Они стоят две тысячи. А зато как нарядно, как необычно ребенок идет. Особенно вот эти вот единорожки. Радужные или звездные. Да, тигрята. Вот это Алиса захотела бандочку. В общем, вот такие игрушки. У нее, кстати, не было еще костюмок и Гуруми у Алисы. И мы хотим, чтобы... Да я заняпу сейчас. Сейчас. Девочка, у меня в Инстаграме есть, где Михалыч примерял эти костюмы. Ссылочка есть. У нас фирма в Краснодаре. Вот эти костюмы прямо прямые поставки. И цены намного меньше. Чем везде. Да, чем везде. Поэтому детям заказывайте. Пусть дети в Новый год, пусть дети будут у вас яркими, красивыми в костюмчиках от Гуруми. Это всегда очень хорошо смотрится. Только улыбка от таких костюмов. Знаете, почему я выбрала панда? Потому что есть такая музыка. Панда. Пэу, панда. 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 Пэу, панда. 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 Пэу, панда. 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 Пэу, панда. Панда.